Добрый день! Сегодня хочу с вами поделиться вкуснейшим рецептом ватрушек со сметанным кремом и вишней. Итак, приступим. Что для этого нам понадобится? Для сдобного теста нам понадобится 370 грамм пшеничной муки. Я советую вам брать с высоким содержанием белка, так как чем его больше, тем выше содержание глютена. Клейковинный каркас получается прочнее, улучшает подъем и газоудерживающая способность при выпечке. Не забываем просеять хорошо муку, обогатить ее воздухом и подсушить. 190 грамм теплого молока, 5 столовых ложек без горки сахара, 1 яйцо и 1 желток, 1 четвертая чайной ложки соли. Советую вилкой чуть взбить яйца и добавить соль, оставить на минут 10-15. Это нужно для того, чтобы получился более насыщенный цвет, то есть ярко-желтый. Это красиво в выпечке. 65 грамм сливочного масла и 4 грамма сухих дрожжей. Можно заменить на 12 грамм прессованных, то есть 4 умножьте на 3. Для сметанного крема нам понадобится 210 грамм сметаны, 40 грамм сахара, 1 чайная ложка без горки крахмала и 1-2 чайные ложки ванильного сахара. У меня сегодня кондитерские духи, горький миндаль. Для начинки нам понадобится вишня 85 грамм, у меня сегодня консервированная, крахмал 1 чайная ложка с горкой, 1 яйцо и молоко 1 чайная ложка. Все продукты должны быть комнатной температуры. Взбиваем яйца немножко. Добавляем соли. Немножко перемешаем. И отложим в сторону. В миску, где буду замешивать тесто, всыпаю дрожжи. Добавляем 1 чайную ложку сахара. И выливаем молоко. Теперь всыпаю 2 чайные ложки муки из общего количества. Хорошо перемешаю. И оставлю в сторонке на 10-15 минут. А теперь нужно растопить сливочное масло в сотейнике. Моя дрожжевая смесь ожила. Добавляю оставшийся сахар. Яйцо с желтком и солью. Посмотрите, какой красивый, яркий, желтый цвет. Добавляю. И хорошо, аккуратно все перемешаю. Всыпаю муку частями и замешиваю липкое тесто. Минуты 2-3, чтобы тесто стало однородным. Тесто стало однородным. По чуть-чуть вливаю сливочное масло. Не горячее. И продолжаю вымешивать минуты 10. Для тех, кто месит руками, понадобится минут 15-20. Тесто надо вымесить хорошо. Очищаем лопаткой. Вот так. Моё тесто готово. Оно отошло от стенок дежа-миксера. Посмотрите, как плавно стекает тесто. Тесто липковатое. Посмотрите, как оно хорошо тянется. Уберем лопатку тесто. Посмотрите, как оно хорошо тело. Вот так. И вот так. farBY-миксерระ Depression, 該ховая липковаи, потерпевается в комник. Обiliдаем лопатка. Уберем лопатка. Смотрите, как он пузырится. Посмотрите. Посмотрите. Округляю тесто. Миску обмазываю маслом. Посмотрите, какое оно живое. Оно дышит. Помещаю тесто в миску. Оставлю, пока не поднимется, на полтора часа. Желательно в теплое место. У меня это духовка. Давайте посмотрим, как поднялось тесто. Какое нежное в пузырях. Надо тесто аккуратно обмять. Оно дышит. Оно дышит. Прекрасный запах. Я разделила ватрушки на 12 частей. У меня примерно получилось каждая по 62 грамма. Теперь надо округлить каждую часть и уложить на пергаментную бумагу. На расстоянии друг от друга. Дать постоять минут 30, накрыв ватрушки, чтобы тесто не пересушилось. Примерно так. Примерно вот так. Но можно и разделить на два противня. Подготовим крем. В сметану добавим сахар. И ванильный сахар. У меня нету, я добавлю несколько капель. И размешиваю до однородной массы. Вот такая вот масса получается. Добавлю в нее крахмал и тоже перемешаю. Смешаю вишню с крахмалом. Сахар я не добавляю. Нам очень нравится вкус сладкой ватрушки и крема с немного кисленькой вишней. Добавим молоко в яйцо и хорошо перемешаем. Вот так. Все вместе взболтаем. Ватрушки хорошо поднялись. Беру стаканчик. Дно обмазываю в подсолнечном масле. И делаю вот такое углубление. Почти до конца. Поставила разогревать духовку на 190 градусов. Смазываю аккуратно ватрушки. Вот так. Почти до конца. Все вместе. Теперь добавляем начинку. По одной-две чайные ложки. А теперь вишня. Ставим по две, по три. Выпекаю в разогретой духовке при 190 градусах, до румяности, примерно 20-25 минут. Духовки у всех разные, поэтому время может быть разное. Батрушки готовы. Дадим им остыть на решетке. Мягчайший запах. Я вам передать не могу. Батрушки остыли. Очень легкие. Посмотрите, какие они красивые. Давайте посмотрим, какие они в разрезе. Мягкие. Посмотрите. Мягчайшие. Посмотрите, какое мягкое тесто. Воздушное. И на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь и до новых встреч. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.